Я думаю, что наиболее опасны, конечно, санкции, связанные с отказом от наших энергоносителей. Европа слишком на это давит. Она говорит, может, мы справимся и без газа, и без русской нефти. Но по факту, я думаю, скоро будет зима, она будет холодная в Европе, и они заговорят по-другому. Газпром начал сжигать газ вместо поставок в Европу. Прекратив поставки большинству европейских стран, Газпром начал в промышленных масштабах сжигать газ, деть которой становится некуда. Хочу сказать этим, что вполне возможно уделять необходимое внимание развитию, обеспечивать развитие и заботиться о природе. Тем временем многочисленные благотворительные организации приступили к сбору пожертвований для организации доставки дров малоимущим в негазифицированные населенные пункты России. Я, знаете, набрала кредит. Надо кредит это платить на дрова еще во прошлый год. А что вы будете дровами топить? Александр Невзоров дал комментарий. Когда выяснится, что потенциалы газовых месторождений были дико в 7-10 раз завышены, а путинизм почти досухо высосал недра ради своих бредней, то для 140 миллионов человек реальность радикально изменится. Очень жалко народу. Неприятное ощущение какого-то тотального поражения. Черномырдин когда-то матерясь рассказывал мне, что в свое время, по указанию ЦК, объемы, запасы горючих газов на территориях СССР многократно преувеличивались. Разумеется, из чисто идеологических соображений. У нас все ресурсы земные и прочее. Реальная же картина запасов совершенно иная. Интересно, а что такое Россия без газа и без нефти? Мы все-таки не только страна-бензоколонка, как некоторые пытаются нас представить. Друзья, не забывайте про лайки и комментарии. Канал существует благодаря вам. Стать спонсором ОМ-ТВ можно на Патреон. Ссылка в описании под видео. Виталий Портников продолжает. Вот уже несколько недель подряд Германия не может добиться от российского «Газпрома» согласия принять турбину, якобы необходимую для ремонта газопровода «Северный поток-1». Собственно, даже возвращение турбины в Германию из Канады произошло именно по требованию российской стороны. В Москве настаивали, что без этой важной детали невозможно провести качественный ремонт газопровода. А без качественного ремонта невозможно обеспечить Европу достаточным количеством газа. Путину это абсолютно не нужно. Все это было блефом от начала до конца. И самое интересное, что европейцы об этом знали. И сама турбина, пожалуй, не так уж нужна для перезапуска газопровода «Северный поток-1». И количество газа можно увеличить без особых проблем, если задействовать другие маршруты, включая украинскую газотранспортную систему. Однако Запад решил пойти на выполнение требований «Газпрома», чтобы, как объяснили в Берлине, у России не было аргументов для того, чтобы не увеличивать поставки. И что делать? Для возвращения турбины пришлось пойти на подлинный дипломатический скандал. Решение Канады вернуть турбину компании «Сименс» к Германии вызвало непонимание в Киеве. В МИД Украины говорили о нарушении санкционного режима самой Канадой. И призвали не возвращать турбину и тем более не отправлять ее «Газпрому». Но в этой ситуации действия правительства Канады поддержали практически все союзники Украины. От Белого дома до руководства Германии. На Западе исходили из того, что Европа, лишенная необходимого количества газа, и сама будет чувствовать себя в глубоком кризисе, и Украине не сможет помочь. Меня вот возмущает, что они все вот эти вот помогают, Украине помогают. Помогают, да, снабжают их оружием, чем там еще, финансами. Ну так может вообще никогда не кончится. Но после того, как решение об отправке турбины было принято, «Газпром» не стал торопиться с требованием о ее возвращении. А пересидент РФ, известный специалист по энергетическим вопросам, вообще выразил сомнение в качестве канадского ремонта. Они о чем говорят? С тех пор турбина так и остается в немецком Мюльхайме. На днях предприятие, где она хранится, даже посетил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Ваш Шольц и вы его сообщники, военные преступники. И они должны ответить. Глава германского правительства сфотографировался с турбиной и продемонстрировал, что Германия готова к выполнению своих обязательств. Соответствующим разъяснением выступила и Европейская комиссия, заявившая, что санкции, введенные против России, не являются препятствием для передачи турбины. Но в Газпроме вроде бы всего этого не слышат. А почему? Потому что на этом этапе России нужна не турбина, а возможность энергетической изоляции Украины. Другого пути нет. Это двусмысленно дал понять бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, на днях встречавшийся с пересидентом РФ. Шредер, являвшийся формальным руководителем компании, отвечавшей за строительство Северного потока-2, объяснил немецким журналистам, либо этот газопровод будет запущен, либо Европа не получит газа в необходимом количестве. Ребята, никакого диалога уже с вами не будет, точка. Объяснить эти российские требования не так уж сложно. Когда Путин готовился к войне против Украины, он рассчитывал на то, что система обходных газопроводов позволит ему перейти к интенсивным военным действиям на украинской территории в случае необходимости. И при этом не нужно будет заботиться о сохранении украинской газотранспортной системы. Она просто будет никому не нужна. Надо переходить к реальным делам. Именно поэтому окончание строительства Северного потока-2 стало своеобразным выстрелом из стартового пистолета. В Кремле почему-то не предполагали, что военные действия заставят Германию отказаться от сертификации Северного потока-2 и вообще забыть об аудиозном проекте. Но Путин о своем любимом детище не забыл. И теперь решил, что лучшее, что он может сделать для будущего Северного потока-2, шантажировать Европу холодной зимой и отсутствием газа. Ну ничего, на Украине еще хуже. А турбина – только один из поводов для шантажа. Возможность унизить Запад. Заставить его сделать исключение из собственных санкций, чтобы потом сразу отказаться от своих требований. Из-за того, что у нас есть газ, нефть, они обзавидовались. Да мы всем вам продаем дешево. Живите, процветайте. Мы ни на что не претендуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова